Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Второзаконие» и сегодня мы будем читать 24 главу этой книги. Здесь законы о залоге, законы о дважды разведенной женщине и другие. И мы читаем с первого стиха и ниже. Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа, но и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жены после того, как она осквернена, ибо сие есть мерзость пред Господом Богом твоим, и не порочь земли, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел. — Надо сказать, что семитские народы, не евреи, допускали возвращение таких женщин к своим первым мужьям. Здесь мы видим запрет. Я бы сказал, что этот текст можно назвать антиэкуменическим, потому что муж — это символ Христа. Уход от мужа и сочетание с другим — это отречение от Христа, это тяжелый грех. Попытка вернуться, она всегда является чем-то более сложным, чем попытка обратиться к Христу. Хотя в христианском понимании Христос примет каждого человека. И он сам говорил, что прощается любой грех. Но опять же, кроме греха, хулы на Духа Святаго. А в отречение от церкви, переход в другую религиозную организацию, это и есть что-то такое, что граничит с хулой на Духа Святаго. Это если применить аллегорическое столкование к этому тексту. Далее, о недавно женившемся. Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну и ничего не должен возлагать на него. Пусть он остается свободен в доме своем в продолжении одного года и увеселяет жену свою, которую взял. В продолжении одного года имеется в виду, что есть надежда на беременность, что будет продолжение этого рода. Это очень важно, когда человек построил дом, насадил виноградник, он имеет жену, год наслаждается общением с ней, у него появляются дети. Такой человек знает, за что он готов не только воевать, но и умереть. А когда человек не создал семью, не построил дом, здесь все как-то неопределенно. Поэтому библейская мудрость, она более глубока. Она защищает родовые линии, чтобы ни одна фамилия не пресеклась в народе Божьем. По-еврейски слово-фамилия Шем-Миш-Паха, то есть имя семьи. И вот имя семьи надо оберегать и в христианских родах, чтобы ни одно имя не пресекалось. Далее, о залоге. «Никто не должен брать в залог верхнего или нижнего жернова, ибо таковой берет в залог душу». Потому что жернов работает постоянно и постоянно приносит доход. Если взять его в залог, а как человек вернет свой долг, если единственный способ зарабатывать, это и есть вот этот жернов. Но этот закон надо понимать шире. Нельзя у человека забирать в залог то, что составляет его производство. То есть нельзя разрушить бизнес человека, да еще и потребовать вернуть долги. Тут что-то должно быть одно из двух. Конечно же, предпочтение надо дать тому, чтобы дать время ему и заработать, чтобы вернуть долги. Теперь о тех, кто продается племенника в рабство. То есть евреи, продающие еврея в рабство. «Если найдут кого, что он украл кого-нибудь из братьев своих, из сынов Израилевых, и проботил его, и продал его, то такого вора должен предать смерти, и так истребить зло из среды себя». Потому что человек, предающийся племенника, тем более в рабство, каким-нибудь язычникам, он убивает и его душу, и его тело. Он заслуживает смертной казни. Далее идет закон о кожной болезни. «Смотри в язве проказы, тщательно соблюдай и исполняй весь закон, которому научат вас священники-левиты. Тщательно исполняйте, что я повелел им. Помни, что Господь Бог твой сделал Мариам на пути, когда вы шли из Египта». Закон о проказе, о мацоре, он устанавливает, что такая болезнь, такой недух посылается за осуждение в священном начале. И надо наблюдать за своим телом, если что-то такое возникает. Раньше показывались левитам, потому что левиты, они могли отправить человека в карантин, об этом тоже говорится в Библии, назначить какое-то лечение для него, и какие ритуальные действия он должен совершать в таком положении. А вновь о залоге. «Если ты ближнему твоему даешь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог. Постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу». Почему? Не позорь его. Ты придешь в дом, и он в присутствии детей, жены, ближайших соседей должен тебе отдавать деньги, а ты ему вернешь залог. Не надо позорить человека. Если даже он тебе должен, возвращение долга надо оформить так, чтобы не было урона имени этого человека. Если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея у себя залог его. То есть ты должен вернуть ему залог до начала ночи. Потому что залогом может быть его одежда, его покрывало, или одежда, которая выполняет функцию покрывало. «Возврати ему залог при захождении солнца, чтобы он лег спать в одежде своей и благословил тебя». Потому что если он лежит спать и проклянет тебя ночью, то это опасное время. Большая часть людей умирает ночью. «И тебе поставится сие в праведность перед Господом, Богом твоим, если ты возвращаешь залог без того, что он должен еще заплатить. По сути дела ты прощаешь ему нечто». Далее закон о плате наемному работнику. «Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден и ждет ее душа, чтобы он не возопил на тебя Господу и не было на тебе греха». То есть бедному человеку все возвращают пришельцу из братьев, отдают плату за день сразу. Не так, как мы получаем в прошедшем времени. Бедный человек, он нуждается в плате поденно, каждый день, чтобы ему давали. Иначе что он будет есть, что он будет пить? Если тебя это не заботит, и он голодным уснет, хотя он уже заработал за этот день, то тебе будет наказание. «Не наказывай вместе с преступником его родных». Вот Божий закон, который нарушался в Советском Союзе, когда сын отвечал за отца. Дочь отвечала за отца, жена отвечала за мужа и так далее. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываемый смертью за свое преступление. Потому что это необъяснимо, почему вместе с родителями должны получать наказание и дети, если они вообще не причастны к этому преступлению. «О правосудии и о залоге». Опять о залоге. «Не суди преврат на пришельца, сироту и вдову». То есть это такие категории наиболее бедных людей. «И у вдовы не бери одежды в залог. Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь Бог твой освободил тебя оттуда, посему я и повелеваю тебе делать сие». То есть относиться хорошо к пришельцу, к сироте и к вдове. Это очень важно. Особенно в те времена женщина, потерявшая мужа, это женщина, потерявшая почти все. Далее оба остатки урожая, что надо это оставлять неимущим. Вот как раз пришельцам, сиротам и вдовам. «Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он останется пришельцу, нищему, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах твоих. Когда будешь обвивать маслину твою, то не пересматривай за собою ветвей, пусть остается пришельцу, сироте и вдове, и помни, что ты был рабом в земле египетской, посему я и повелеваю тебе делать сие. Когда будешь снимать плоды, виноградники твоем, не собирай остатков за собою. Пусть остается пришельцу, сироте и вдове, помни, что ты был рабом в земле египетской, посему и я повелеваю тебе делать сие. То есть Божий закон, он заботится о малоимущих и призывает нас тоже проявлять заботу о них. Итак, сегодня мы окончили чтение 24 главы книги Второзакония. В следующий раз, если будем живы, Господь позволит, мы будем читать 25 главу этой книги. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...